пеносол, вот совсем его мало, пеносол выкидывать, наверное, надо, чего его держать, так, МКЦ, который тоже покупала, и, ну, то есть, срок годности у меня нормальный, но я их начинаю, только засовываю в рот, и они уже начинают у меня во рту просыпаться, и я это не люблю, я начинаю гордиться, как у меня пареньги, да, и вот это раздраженное горло, и, соответственно, неприятно все, давишься в другую, в другую горло, в другую глотку, в другую горло, наверное, попадает, ВИТАОН, вот, это мы, значит, когда дышим на два доля, ингаляция на картошке, масло растительное, экстракт лекарственных растений, мат, ромашка, полонзир, обои, чистел, фенки, липочки сосны, тмину, в общем, понятно, и нам моя задача найти срок годности, это бальзам Караваева, найти срок годности, есть вот такой вот дыши тоже, но я его очень, он из новых, из новых покупок, и я его, помню, бухнула в тот раз, вот, до 17-го года, мятная, ментол, эвкалипт, каэпут, левоментол, вантигрин, можжевеловое масло, гвоздичное, вот такие вот здесь масла, дальше, браслеты, которые мы брали в самолет, в общем, мне обязательно было их покупать, и просто муж у меня ни разу не летал, и когда мы в Калининград летели, я брала, чтобы и таблетки ему брала, а их брала, но, в общем, нормально, ангимакс, не, ангимакс даже, это пакетики, которые я не могу пить вообще, это, по-моему, то есть с черникой, ну, при простуде, что у нас за вкус черносмородиного, вот, понятно, потом есть тоже ангимакс, но только в таблетках, это мне муж приносил, то есть две такие таблетки, а та парацетамол, вот эта парацетамол голубая, а в другой, в красной, в любви надо выпивать, а в красной, это так вот и написано, капсула P и капсула R, красного цвета, это аскорбиновая кислота, кальция, глюконат, ремонтодин, прутазид, ларатодин, в общем, вот, вот-вот, вот там феркер, клинокс, мы уже все какие-то хрязные, выжили, в дорогу брали, и делаем, можно как и золоток, и, ну, всякие-такие, тут фурацелин, вот, 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 фургала все, знаете, так, сразу свернулась, вот, на ремонт отдельный, отдельный, такое слабое, слабые, слабые таблетки, здесь у меня, сметочки, какая-то, у меня это, совершенно новые, Сиалор, проторгол для взрослых, вот это с серебром, Состав протинат серебра, поливинил, энпиролидон. И вода очищенная. Вот здесь показываю. Ой, ими телефон, звоните минутку. Вот она эта коробочка. Сама. Водил. Вот она, пакетики отсюда вот так. Есть пакетиков для приготовления гигиенического антифического раствора. Вот как она выглядит. Вот там пакеты эти. Нет, его осталось. А в России их не продают. А они такие классные, классные. Вот, например, положим, что у вас, например, молочница, да? Вогинит, там, длина, вогинит. И вот если им подмываться, он снимает боль, он снимает чесотку. Ну, понятно, там же лентолы, как бы. Как бы, как бы. Так, нету только. Знаете, как говорят? Такой порядок. Такой и, соответственно, беспорядок в голове. Какой порядок у вас в доме, такой порядок в голове. Видите, какая. Черт и что. О, я совсем забыла. Это такая, значит, трава. Мне муж привозил с Крыма. Вот. Это трава. Вот. Это здоровье сосуды. Здоровье судей. Судей не написано. Состав яблока сушеной. Трава крапивы собачьей. Трава зверобой. Трава тысячелистника. Лист мяты перечной. Лист ореха грецкого. Цветки ромашки. Почки березы. Рекомендуется употреблять как едиотическую добавку к рациону питания. Общеукрепляющие соответствующие способствуют укреплению. И эластичность стенок сосудов. Один стакан. Три раза в день. И за 15 минут до еды. Клинфидер пакет. Ну короче. Ну короче вот травы вот эти. Вот делает Украина. Крым. Когда еще была Украина. Когда он ездил. Видите. Даже сайт. А не email. Да там. Ну вот. Кластерин. А это вот и четко море. Ну знаете как кидаешь, кидаешь. Перцов. Кстати хорошая штука. Аромашки, цветки. Благовония. Медитосион. Я даже не знаю, шипит ли написано, какой аромат. Вот это наверное. Ну какая-то там что это. Бромгексин. Так. Тут уже целая куча. Всякой ерунды. Вот это цитеризин. Это аналог цитрины, только дешевле. Шалпей. Вот. Уголь активированный в таком уже формате. Так. Это рецепт или когда-то сто лет назад выписывали. Пертусин тоже надо выкинуть. Вот ничего тут валяется. Так. Вот это все из ряда комаров. Жидкость. Гляньте. Новый айсберг. До снятия лака. Полидекса с фенилфрином. Это антибиотик для при насморке. Я конечно вам его всем могу посоветовать. Но имейте ввиду, что он привыкает. Он имеет привыкание. То есть рано или поздно, если его начать каждый раз пользуются. Каждую простуду. И просто привыкнуть. А пока мы на рынке капли в носу с антибиотиком всего два. Вот он и еще какой-то. Больше нет. Поэтому надо задуматься. Глистер от Amway. Мы в Казахстане я жила. Называли эту фирму Amway. Сюда я приехала. Но ее называют Amway. Я уже запуталась. Слова он уже закончится. Надо выкидывать. Так, это банка. Для трав я оставляла. Это был здесь китайский чай у мужа. Так. Градочник, который мне не нравится, как работает. Такой фирмы. Мне не нравится. Он врет. Дальше настолько для бани мятный тонизирующий. 100% натуральный. Что-то там еще есть. Так, а это ингалятора. Тоже надо все в порядок привести. Щипцы, вот где-то какие-то медицинские операции делают. Так. Левомицетин, капли глазные. Так. Матриахлорид для ингаляции тоже. Вот. АЦЦ. Тоже совершенно новый. Он полно стоит. Можно, конечно, попить. Вот. Я, конечно, не люблю. Мугромгексин. Препарат для горла. Антибиотик это фузофугин. Фузофугин. Тоже к нему имеется привыкание. Он ко мне стал уже почти не помогать. Я давно им пользовалась. Долго-долго. То есть, каждый простудист. Вот она, коробка от Флойфорта. То есть, тоже пакетиками, как и АЦЦ. Но мне врач сказала, флор-врач, что от Флойфорта лучше, чем АЦЦ. Не знаю. Сказала, я пошла купила. Так, эскалит-то тут видно в листья. Тут без пакетиков. Они тоже рассыпчатые. Амбробены. Это амбробены тут для ингаляций. Вот вместе с этим, с натрием-хлоридом. Мы с этой штукой разбавляем. Потом вот пузырек в этот наливаем. И дышим. Очки. Телевизор смотреть. Стренье корректировать. Ножницы. Видите, всякая херь. Все это, боже мой, бампер. На телефон вон. Ну, у меня, короче, от этих бамперов телефон нагревается. Он так и сгорит, может, боже, весы. Сантиметр. Куже шприц. Аммиак. Этот. Это наш отырный спирт. Валериана. Практически ее нет. Это коту наливать. Надо вытянить. До сетока. А вот здесь, вот сам ингалятор. Вот здесь пакетики находятся. Вот сам ингалятор. Маски. Вот эта штучка вот сюда. Вставляется. Получится. Пирма Амрон. Написано. Я, кстати, кроме как этого рецепта, больше не рискую. Ничего. Говорят, здесь масляный нельзя раствор. А я хочу именно с масляным раствором. Здесь, кажется, все. Ну и что у нас тут остается. Блин, попугай. Аккор гоняет. Ремонт один. Целая коробка. Никотиновая кислота. Это я беру. Не в качестве витамина, а в качестве расширения сосудов. Одно время колола, давно не колола, надо бы поколоть, наверное. Здесь грудной сбор номер четыре. В пакетиках вот этот. А вот этот грудной сбор номер один рассыпчатый. Я не посмотрела. И рассыпчатый я не люблю. Мне надо в пакетиках. Лучше переплатить там буквально сумму какую-то. Нужно спокойно в крошку заварить. Брусневеры это прицестите. Да, мне также мучает цистит. Чебреца, трава при кашле. Господи, кашляти какие-то. Чистотел. Совершенно новая тоже упаковка стоит. Я брала якобы от пречей что-то делать. И ничего здесь. От этих комаров. Тут же опять пластер этот новый. Другой. Всякий клей. Сейчас это все я буду убирать. Вата. Да, вата. Все это вата. Ну что, поставила сюда эту. Новокалину. Мужу спрашивают, откуда новокалин. Никто не знает. И я не знаю. Обалдеть. Так, это у меня. Дайте смузи. По-моему, ульяное. Это просто банка другая. Я не помню. По-моему, лен здесь. Так. Сейчас упадет все. Амупрозол. Один, два пачка. Ну, мы про зону пьем часто, потому что мы больны. У нас желудок больной. С бешофитом для спины. Тоже будем срок годности смотреть. Потом тоже Валентин Гикуля. Даже пожелтела уже упаковка. Вот. Тоже для мышц спины. С обельником такая штука. Тоже для мышц спины при болях. Сонарин с маслом эвкалипта. Кстати, я вот такую штуку могу посадить. Покупайте лучше ее. Так. Гандит. Клатримозол. Противогрибковый. Вот. Это что у нас опять? Спирт. Любой раствор с глицерином. Может, какие-то такие ужасные. Йод. Йодинол. Что заканчивается? Вот. Пеносол. Тоже на дне. Пеносол. Так. У нас тут книги в санке. Это что? Хондроитин. Санглицин. Пластыри. 20 штук. Фикс прайса они. Так. Вот у меня книги тут стоят. Вот неврозы сюда залезли. Как они тут очутились? Такая книжка. Кулинарная книга. 50 блюд. Например, на печи. Ну, я не... Ой, господи, мамочки. Это полисорб. Кстати, надо мне сейчас его выпустить. Это кремний диоксид каллоидный. Пол пакетика еще есть. Надо выпить его. Ну, построить срок годности и выпить еще уже срок годности. Прошло, что они пить рецепты для мультиварки. Вот это я вообще не люблю. Вот мужа, блин. ВАЗ-2109. Его всякие книги. Это мне книга дарили. Сто лучших рецептов тоже мультиварки. Видите, что вакцинация собаки. Это, наверное, хорька. Да, скорее всего. Это хорька. Документы. Вот, смотрите. Красавчик. Макс. Максим Ильянов его зовут. Так. Все надо убрать. Эти книги вот про рецепт здесь стоят, потому что мы на кухне находимся. И поэтому они на кухне. Но я им не особо пользуюсь. Я готовлю по желанию, если что-то. Белостезин. О, вот, наверное, срок годности сто лет прошел уже. Надо выкидывать. Тут отчета. Тут тоже. Комаров, блин. Парастамол. Так. Салфетки. Карточка от Сени. Так. Вот такая вот тоже успокоительная. Тоже ни разу не пила антенол. Мало всего осталось. Я наоборот выкину его. Так. Что это? А. Это наш, короче, ресторан, который мы на этот снимали. На свадьбу. Меню всякие там. Выбирали мы. Ватные диски. Вот. Вот это все вот рассыпалось. Что тут? Севтриксон. По-моему, это лекарство было для хорька. Целая куча. Это средства годности. До 15-го года. Все. Выкидываю. Так. Лапирамид от поноса. Диарея. Фламакс. Скидопрофен обезболивающий. Тоже с погодностью. Смотрим. Так. Вазелиновое масло. О, господи. Би-би-крем. Это выкинуть надо. Таким не пользуюсь. Так. Что это тут делать? Это были кошачьи витамины. Панкреатин. Ну, а все чистить надо. Черт-те-черт. Тут вермокс против паразитов. Мебенд. Мебендозой. Там против червяков. Так. От пота и запаха средства. Все для 100 пакетики. 10 пакетиков. Ну, то бишь на один раз по 2 пакетика в каждую обувь. Не знаю. Я тоже ни разу не пользуюсь. Еще куплю. А не пользуюсь. Я мужу брала. Ланимент байзамический по-вишневскому. Так. Мультипласт. О, там есть пластыри. Горчичники. Тоже новая упаковка. О, я искала. Мне нужно было на УЗИ. Презерватив. Я пошла новую купила. Вот новый есть. Ну, и пироцитан для моих мозгов. Для моей, короче, для моей больной башки. Так. Лотус. Это же пироцитам я, естественно, тоже выписываю своим клиентам. Но, соответственно, выписывают их все психиатры и невропатологи. Запомните это. Лотус. Тоже благовоние. Аромопалочки. Благовоние на все случаи жизни. Все воняет так. Крем для ног от пота и запаха. Будем разбираться. Так. Лейко-пластыри. Здесь найти макияжи. Китарол. Только они мне помогают при месячных безбаливать. Но они очень вредные. Можно сравнить их как с наркотиками. Так. Тержанан. Применяйте их молочный. Сон тоже как крионды. Их, кстати, выписываю беременным. Так. Это надо выкинуть. Я не знаю. Боже мой. Пилочкой тоже. Так. Это Машего Брюса. Паспорт. Вот. Псила-бальзам. Дифингидромин. Это вот, по-моему, при укусах насекомых. Эспол. Хорошая, кстати, мать. По ней видно, что ее выдавили. Дальше. Валерианы настойка. По-моему, новая. Опять у нас тут вот салфетки, бумажные платочки. Траумель. Это гонопедический лекарственный препарат. Таблетки для рассасывания при болях. Знаете, вот тоже. При болях. Ну, вот тоже мышцы, ушибы. Дальше. Брусники листья. Да, тоже новая. Совсем-совсем новая. Упаковка долфина. Ну, вот, промывать нос. Блин, ты эластичный. Кальций-сандос. Кстати, елки-палки. Он ничего вообще не принимает. Елки-палки. Франция. Блин, как у церковь водности. До 9-го, 16-го. Заставлю пить его. Что это такое? Эпишо, эпоцит, эмульсия. А, ну, тоже для животных, я вижу, рисунок. Я для ветеринарного. Что он? А я чего он? А, для профилактики ушной чесотки. Срок годности. Это изготовление. Я вижу срок годности. Ладно, разбираемся. Золотая звезда, которая почему-то, от которой я вдыхаю, и мне потом не знают оттуда. Так, крепкие что-нибудь делать. И рефрин, кстати, средство описываю. Вот, мне выписывал врач, офтальмолог для глаз. Так, плотримозомость. Ручки. Ампулы, походу. А вода для не вертся. О, вот. Левомиколь. Что это сейчас выкидывать надо? О, господи, фонарик для чтения. Опять, что это? Бинк-бинк. Аскорбинка с железом. Кстати, говняшка, хоть надо выкинуть. Кстати, она с магнита. Супермаркета магнит, полная какашка. Так, это у меня циррукал. Может, что ли это может? Да, если, знаете, по всей квартире там всякие мини-лекарства тоже лежат. Ну и что здесь, я даже не... Кстати, тоже такую могу посоветовать раумель при боли в спине. То есть, вот аналогично вот с этим. Только мазь вам посоветовать. Грандоксин выписывать. Желательно, чтобы выписывал только врач. Я их тоже принимала. Но вот, как видите, он просто... Ну вот, даже... В общем, это девочки. И также мы их выписываем. Это транквилизатор. Если я сейчас... Это физопам. Если я сейчас не ошибаюсь, делает Венгрия. Имеется в виду не антидепрессант, а транквилизатор. Если я ошиблась, то это потому, что я уже... Ну... Не работаю давно по психологам. Ламизил тербинофин. Ой, даже я не помню этот крем. Наверное, это чего-то. Грибка может какой-то. Еще это у нас тут опять. Скипидарная мазь. Да, еще что-то... В этом есть, как... В холодильнике. Вот еще один. Конечно, все выкидываю. В холодильнике всякие лекарства еще. Спецмазь. Гляньте, без крыши в скуре. Ну, это вот у меня вот муж так. И все. Мне тут надо все перебирать. Артрозан. Да, тоже могу посоветовать. Ну, сами поняли, если эти... Скрипят у вас. Так. Куда же я делаю эту штуку? В общем, это у нас симпатил. По-моему, делает Франция. Это тоже успокоительное средство. По-моему... Так, по-моему... Ведь его нет, да? Нет. В общем, ладно. В общем, ладно. Вот Долфин пакетики тоже. Бускапан, который у меня тоже как-то, думаю, вместо припадок. Ольга, кислоту пить не могу. Они маленькие, я ими давлюсь. Так что я не знаю. Вот эти тоже надо вытянуть с карбинной кислотой. Кстати, Аквамарис Стронг. Это для тех, кто мучится с вазомоторным ринитом. Вот он как выглядит. Именно Аквамарис Стронг и никакой любой другой может снять заложенность. Значит, его можно принимать беременным. А, соответственно, вообще всем людям. То есть, это морская гипертоническая вода. Что-то все разносить. Эвкалипт, септалета, шалфей. Ну, вот Аквамастер, знаете, просто у меня же про больной нос. И это изотонический раствор. И мне, конечно, он не пробивает. То есть, заложенность носа он не пробьет. Так, просто для промывания. Каметон древний, ингалипт. Вот такие вот при женских проблемах. Полеженакс. Таблетки эти выглядят вот так, вагинальные. Съесть хочется, как орех какой-то. Нормальные таблетки. В плане то, что он ничего не щипет, не жжет. Это неаметиносульфат. Полимексинобосульфат. Инистатин всем известный. Дальше. Пять умолок для почек и мочевого. Вот эти Аквамарис спрей. Тоже Аквамарис. Но только это для горла, да? Вот как он, только для горла. Мне не особо понравился. Вот он у меня закончился. Мне не особо понравился. Целрукал. Тоже будок больной, тошнит часто. Йокс термоядерная херь, которым надо быть осторожным, потому что брызгала я, брызгала как-то, что-то прям. И еще неизвестно, откуда у меня хронический фаренгит. Может быть, я им так добрызгала, чтобы обожгла слизистую. Так, и это все тоже надо, вооружение, все это тоже надо сюда перетаскивать. Масло, которое у меня стоят для массажера, который вы видели, да? На данный момент у меня вот такое вот молочко для тела. А потом масло антицеллюлитное вот такое. Хорошее, очень вкусно пахнет, сладенькое. Вообще обалденно, стоит дешево. От Avon, это с ментолом, то ли с мятой, но этикетку хорек сожрал. Так, Johnson's Baby тоже самое, гляньте на упаковку. Потом от Avon Planet Spa, сокровище Бразилии. Не знаю, что какое-то масло. И от Avon вот такой вот скульптор тела. Еще у меня в банной стоит один, но это ладно. Вот так я прибамбасила здесь эти. С магазина купила и засунула их. Стенку. Что вы тут делаете, а? Что тут за какашка сидит, пугает попугая? А, Брюс? Ну что, решила я продать попугая. Продать или отдать, в общем-то, объявление я выложила, но никто не звонит, потому что оно как бы логично, так как полмозу у магазинов. Вот, тут у нас мигает, поэтому, скорее всего, я его отдам. А уж с клеткой, кстати, с клеткой совсем, потому что вот это вот чучело по имени кошарик, вот этот вот кошарик, он ему покоя не дает. Вот, это была не очень идея. Так, все, я тут разложила. Идея, говорю, в смысле, не очень была заведение пятички. Ну, мужа была интересна, у него не было птицы. Научить разговаривать, но никак. Птица должна летать тоже, сидеть в клетке. Так, вот, все это, вот видите, было две полки, все в одно уложила.